здравствуйте добрый день вас не видно час час вот так видно что-то не очень видно какой-то расплывщитое у вас все такое что ж такое как вот когда закрывает специально квадратиками лицо делают нет я ничего не делаю совсем плохо прям совсем никудышно вот так маленько лучше вот так не шевелитесь давайте говорите сейчас видно нормально нормально так они не не передвигайтесь иначе она стушевывает хорошо но вы знаете давайте договоримся что у нас всегда записывается выставляется вы не против нет во славу господа нашего иисуса креста во имя отца и сына все духа аминь аминь говори с девушкой знакомой общался она постарше мне лет на десять но она уже взрослая девушка она отошла православия и ушла к егористам сектантам все ее обработали очень хорошо она говорит мне ходить ваш волчарник на меня постоянно бабки орут не так стало не такую юбку одела никто со мной не хочет работать и библию никто не знает я говорю ну давай пойдем к батюшкам поговорим она не захотела я прочитаю книгу кураева протестантам о православии и она по икону особенно интересовалась и у испенского православные иконы ой как у испенский из головы вылетела православные иконы про иконы про испенский автор есть вылетела из головы не я сказал сейчас стал говорить разволновался забыл вот она мне говорит ну типа чтобы не библию не знаем ничего не знаем я труда и хочешь я поговорю с дедушкой игнатих на человека не обижайтесь на меня не ругайтесь вы не любите это когда вас так говорят она говорит нет я типа я груду давай ты претензии мне скажешь я запишу твои и потом хочешь даже посмотришь тебе все по библии объяснят а ну она мне записала претензии можно чтобы по библии все что какие-либо претензии она вот не про троицу где в библии про крестное знамя про иконы молитвы за умерших почитание божией матери христос бог воскресение по плоти история церкви она сказала на это с точки зрения библии ответить потому что и сам знаете главный аргумент что у нас церкви грубость она была приходит там община там любовь там хорошо не замечательно песня музыка отдых а вам приходишь все таки стоят как она сказала у нас все таки злобные бабки ругаются попы я просто растерялся с ней хотя знаю ее давно она даже из потомков тоже старобряться и вот так и и затянули все кто ну что говорит от все вопросы которые говорить они у меня от вещи на нашем форуме мне какая нужна заново отвечать там заходить надо все написано это втором открытым оком и просто зарядите на форме общий поиск там ниже храма христа спасителя идет строка и там общий поиск пообщему зарядите что вас интересует и на все вам открыто будет это все отвечено уже многократно я не отвечаю больше потому что замечание постоянно что одно и то же отвечаете ну что дальше и и она в храме нашла там грубость и прочее магия твое отречение ты первый шаг скажи не сделала какое и какое у тебя отречение отвергли себя возьми крест и следуй за мной какой у тебя крест сказали не так толкнули не так да господа как гнали били он все равно проходил храм ощущала его от ненужного христианского то ничего этих словах нету как разговаривал скажи пророк или я с валом и жрицами 850 голов отрубил сразу где бы мы оказались в его время а в наше время везде и всюду искушение у них нет прощенного воскресенье у нас есть если сказали там толкнули не тогда какая-то разница тебе она нигде не было а как тебя по арестует когда ты в тюрьме будешь допрашивать бить будут а это все наши благодетели которые нас бьют давят толкают а где тебе все со всех хорошо ублажает твою плоть на тебе и христос никакой не нужен и библия не нужна не переделали маленько ты поговори с этой стороны ты взгляни на себя ты тебе это не надо не надо еще и доказывать не надо у нее другое место прописано человек который христос говорит не отвергся себя взял крест не достоин меня не достоин идти без этого отвержения тебя ничего не будет а как миссионеры шли апостола павла били за ноги вытащили а он опять вернулся опять проповедует и все житья об этом говорят ничего не надо говорить просто ты не начала еще путь-то христов тебе нравится там ну и все этим ты решила свою участь не на день и на два года перетянуть и убеждать это бесполезное дело вы только скажите то что тебе там нравится никакого отношения к христианству не имеет и на этом конец если это дано и она поймет она попала не туда не туда согласен но она увидите претензии мне выставила чтобы и по библии все ответили что канаде что мы библию не знаем в библии ничего нет что все что мы придумали православные христиане все это типа наши выдумки она очень знаете по менталитету напоминает не у язычников с не язычниками как-то ты можешь найти в общем на почве там патриотизма на почве что мы как бы славяне а с ней никакого она как иностранка вот вы не доказывайте вы только откройте место ей покажите божья матерь там то другое тебя никто не заставляет но ты вне церкви в один вопрос решайте вы вне церкви хоть тысячу раз лучше будете я не божий да не божий да божий это церковь и церковь по другому никогда не понимала знамения всегда есть у гитлера руку скидывали советская армия дают так а христиане совершают крестное знамение почему для побитой собаки покажи палку вы его и боитесь как бесы верующие не боятся это знамение честного жиротворящего креста она обороняет нас от всех вот ему просто а его нету скажи а как нету даже генри сенкевич пишет к магридеши игорь апостол павел говорит благословлял крестным знамением а считаешь книжку они этом чернилами выморли это игра почему что его не было как вы узнали что не было как то всю книгу принимают а одну строчку не принимает крестное знамение ты скажи где находишься там душу не признают ты вот о чем подумай да 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 про душу наговорила да ну вот душу душу не признают тебе это что ты от таракана ты ничем не отличаешься а почему чтобы не мучиться чтобы сатана замазал глаза а да нету по их учения да то нету никакого вечного мужчине нет грешник умирает навсегда там негде взяться не зашли доказывать ничего не надо им ты просто скажи вы не церковь и покажите все больше не надо разговор окончен спорить не надо доказывать не надо нас господь не посолал чтобы мы убеждали а написано для свидетельства поведут свидетельство я засвидетельствовал а результат меня совершенно не касается результат от бога кому открою никто не закроет кому открою он не открыл его бесполезно рядом были написано братья христа и они не веровали ему было время не верили до времени пока бог не открыл но меня с вопросами наседает я утром завтра буду отвечать на отчет за этот день что самое главное вашей жизни вот но это там поздно любит задевать задавать эти вопросы но если самое главное первое родиться свыше и второе быть водимым духом святым то родиться свыше я могу один раз это у меня позади стяжание духа святого все время идет возрастающей степени познать волю божию быть доверия у бога большего нету а в этом все остальное заключается когда говорят какой самый большой грех и вот начинает 7 главных грехов смертных перечисляет библия об этом не говорит любой грех смертный если нет в нем раскаяния повернулась жена лотова стоит по сегодняшний день адам там что съел он не убивал никого 300 миллиардов умерло 100 миллиардов умерло 100 миллиардов потому что соотношение греха и наказания в человеческом разуме не вмещается на благодать больше любого преступления и мы должны это видеть с дух святой придет и обречит мира грехе кристос готов грехе запитая что не верует в меня вот самый главный грех а раз не верит за счет церкви нету она не верит евангельского христа раз она в него не верит поэтому ей уже ничего не нельзя доказать она не верит главное ты покажите что христос есть бог бог и человек если она не верит все остальные вопросы отпадают она в неверии вмонтировал остальные вопросы а признавают что христос есть бог открывается дверь к разрешению любого вопроса в грехе что не верует в меня что будет возмездие что будет суд божий что каждый получит соответственно тому что делал в теле и весь ответ вы просто скажите и скажи вы возникли когда пусть она дату назовет но не дату год век век и скажи кто так в этом веке век еще раньше туда кто верил ясно что вы к церкви никакого отношения не имеете поэтому разговаривать с вами можем только на основании евангелия вы не церковь а россии церковь спасения у вас никакого не может быть христос придет за невестой за церковью у него будет брак покажу брак агнца с невестой вы не за ней в свет лидите на вопросы вам задает вам отрисушить не надо если она не верующая это ничего не значит но я и доказал что икона не идола но она дальше то говорит ну ладно я согласна но иконам поклоняться то надо или не надо я скажу нигде указания нету значит мы правы ну понимаете теоретически да а практически то мы не договоримся с вами никогда я на любой вопрос будет подгонять к этому у нас много что если по евангелию но она не смертельная мне они нужны иконы а доказать я не пытаюсь под что библии нет опоклонения ни одного слова они у меня есть и без икон ну как я просто не понимаю как красный угол у меня без икон будет от идола поклонник ну похож на дал поклонник раз у меня икону то но я не идол поклонник идол есть ничто я покажу картина Рождества Христова это ничто картина погребения Божьей Матери ничто ну вот и весь ответ им вы всегда никогда не гонитесь за ними просто ответьте конкретный просто Христос Бог или нет за этим все остальное как афанасий александрийский патриарх говорил про то диаконом будущее говорите именно тихо я ей говорю что мы во первых иконам не поклоняемся мы иконы почитаем приводил какие-то места из евангелия но она у нее реакция что знаете вот самый такой главный аргумент с которым мы встречаемся часто с протестантскими этими сектантами с эгоистами что у нас нет этого нет общины община как общин что все у нас построено на вот как вы часто говорите на деньгах и что приходишь я тот час начинает оскорблять начинаете оттолкать и нет того как вот есть вот этих всех протестантов этих всех эгоистов когда человек попадает не в секту его уже сразу окружают люди начинают с ним работать а человеку нравится когда его окружает когда ему улыбается когда ему ну как младенца ведут вот это часто я заметил что многие кстати даже вам писали многие вот вопросы пожелания говорят не чувствует что кто-то не чувствует людей которые помогали нет вот этой теплоты я даже думаю что все бы эти аргументы легли бы ее на сердце если в нашей московской патриархии были общины если бы были люди которые бы ставили задачи свои не деньги зарабатывать а идти христа проповедовать а чек видя глаза на другого чек он бы шел за ним а к нам приходит и видит всю эту коррупцию конечно будет отталкиваться тяжело очень когда или мы же уже говорили например когда один архимандрит писал привел целую группу протестантов они посмотрели на истеричного ну и прополита епископа да да и тоже и они убежали сказали нужно это такая что такое я постоянно с протестантскими сектантами это встречаюсь общаюсь и вот главный аргумент у вас нет общины у вас нет тепла это им даже по моему порой аргументы из библии не нужны из евангелия не нужны а им хочется чувствовать что они нужны кому-то а когда они приходят приходы московской патриархии я не говорю что к везде есть общины есть но в процентов 70 они встречают злобу отвержение каких-нибудь бабушек хотя сам часто в сам мир когда беседу я говорю тоже сторонник чтобы девушки одевались очень закрыто чтобы ничего не выделялось у них но именно наши бабушки они зачастую ворой бывают главными врагами препятствия к спасению душ человеческих потому что человек столкнулся с такой бабушкой он потом все на всю жизнь несет печать от православия ага вот такие православные они меня нагрубили а меня оскорбили они меня обидели и потом уже отвержение идет вот к нам приходят на крещение попросились с местной газеты с разных газет нескольких человек но она пришла какая корреспондентка то как одета она что наши бабушки как платочки подвязать все сфотографировали подкалывает какая у нее юбка она вся в улыбке расползается встречаемся через два года она как будто сегодня у вас было да что за народ какая ласка после этого у нас завтра каждый старается что-то ей дать у него послеца не сходит к нам приехали ну у нас день деревни был она приехала секретарь городского отдела милиции не районного городского саша морозова и она у нас журнал тут ездит и милицейский журнал охрана называется и она прямо в центре стоит где-то посмотреть не можно будет увидеть это наверху там глянь журнал для журналов подожди к вот он вот он журнал посмотри какой я вижу вот он какой журнал есть вот ну и вот приехали пишут о статье еще не знает то что визико статья статья это завоевает первое место нас по останки на присудит да и вот дальше я буду поднимать а тут я стою со священником а вот другая страница посмотрите вот она вот и вот она это большая статья немножко только покажу это написано что тут министерство внутренних дел российской федерации департамент государственной защиты имуществу то есть это очень такая газета в одни газета журнал популярны вот за столом сидят видите какие фотографии это наши люди как они одеты даже дети видно что ну и вот это она пришла это секретарь то еще одна тут где-то тут глава администрации района приехал ее с батюшкой и со старостой вот здесь он со стороны в галстуке который это надо это вот у нас ну как красиво одеты себя как положено фотография и вот в конце она сфотографирована это саша морозова сейчас я найду может быть как видно нет видно девушка там красиво какая-то вот это она она как одета как одели посмотри какая она счастливая ну да это секретарь городского отдела милиции не отдела в городской милиции городской города вот если бы она попала сюда но она бы увидела другое а спрашивается здесь вот начинается когда первая первая строчка и говорится так это материала деревне верующих казалось бы причем здесь охрана но судьба одного из героев игнатия лапкина была связана с неедомственной охраной откуда ушел на пенсию вот они поэтому это журнал и он получил первую премию говорит на останки на журнал вот и все она не знает где но ты создать такую обстановку не ищи где тебя любят а любишь ли ты вопрос ставь об этом и святые говорят и виктор гюго все что и на это ответить то то есть создай эту обстановку перемени ее пришла на готовое да они дружественная они хорошие а у нас вот мы посчитаем и не поклоняемся это не так мы именно иконам поклоняемся не надо это замену слов нам все равно не поверят мы поклоняемся мало то еще лбом ударят боднут православная я говорю зачем поцеловал друг друга мы целуем лбом друг друга же не бьем это же не борьба вне правил у нас столько всего что начни работать и сдвинется с места у нас община и кто бы у нас не пришел это на решилась ну тут я судился с милиционером а дело то трудное было но и послали она психиатром работала когда-то психолог психолог у капитан милиции а можно я с ребенком приду пришла а можно я поговорю с кем то узнать и надо было обстановку могло ли это у нас быть гипотетически я груз любым ну вот мы служба на побыла с ребенком первый раз видит пришла нас я говорю на что вы ни с кем не беседуете а еще беседовать я вижу одна большая дружная семья это она православно говорит и дальше то говорит а вы ребенка моего в лагерь возьмете вот вот ее послали нас громить а у нее ничего не получается второго присылают по прокурору те же самые слова моего ребенка в лагерь возьмете а нас то обвиняют в другом издевательство над и детьми а ничего нигде нету ну и это испытание от бога какая же ты верующая то у меня вот как они долбили православные попы меня долбит а мне никакой нужды нет почему это награда от бога за это благослови и господи всех сейчас патриарху трудно усилить о нем молитву надо чтобы монахи хоть маленько пощадили его задолбили со всех сторон игнатих начнет монахов хочу сказать тут немножечко с вами соглашусь я лично знаю монахов которые к вам с любовью которые вас смотрят они не ну может быть вас пример не ставят но смотрят и говорят побольше таких мирян было как вы то есть не все монахи я знаю я романах я не романах он по-моему архимандрит и он с такой теплотой вас говорит я в клубе все по-моему друг соратник православных христианин настоящий и он гайд на тихонах молодец я за него молюсь то есть не все монахи по поводу патриарх по поводу патриарха ну да сейчас вопрос можно это отдельный а вот по поводу икон хочу сказать успинский в своей богословском труде православные иконы как православные иконы богословие икон православной церкви он там упоминает что именно это богословие в красках что мы не поклоняемся что богословие в красках что это образ первообразу восходит потому как то вот так все видишь ему поклоняемся еще тут уже обман тамарита ну как не поклоняемся икона лежит я подошел не поцеловал кому я кланяюсь я поклон сделал что не неправду-то говорит нам не поверить не надо на это идти вот сейчас начнешь александра патриархи стали говорить вот сейчас так вот только сейчас мы смотрели выступает какой-то священник с крестом то там и даже можно посмотреть как фамилия то вот встретились два беса вообще это надо вообще каким надо быть иконы вокруг и он такими словами на патриархи говорит ужас берет я не московской патриархии но это никуда не годится это совершенно никуда тем более великий пост на носу сложно патриархи если я встречусь я ему скажу непорядка пожелает слушать я писал об этом ему ну да я кстати по поводу надо по поводу патриархов скажу хорошо у меня есть друзья из священства там из разных из панамареев и плодяг из православных всяких молодежных организаций тоже разделилась мне есть более неправильно есть кто говорят вот россия находится сейчас кризисе в связи с тем что война что это очень хорошо хороший политический ход а есть да которые очень негативно говорят он экуменист садомит он филокатолик как только его не называют причем это люди которые служат московской патриархии я допустим никакого сана не имею просто обычный парень а есть люди которых сани которые поминают даже в молитвах я просто лично знаю но заглазнул когда вот не служба где-то беседуешь они как а это садомит филокатолик экуменисты на него всяко всякими словами то есть и такое встречаю а что это вопрос однозначно но с папой конечно да мне не очень рада еще вопросы то по поводу вот сказали что он поклоняется но если взять протестантов они тоже на сцену кланят получается не поклоняется кафедре поклоняется микрофону поклоняется гитара они же тоже нет александр они не поклоняются это круто сильно говорить и не пройдет этот номер не на это говорить да мы поклоняемся указания библиотом нет но мы этом греха не видим потому что перед где был ковщик повергался аарон а на нем были херувимы и он повергался вниз он я зачем нет нам поверят тогда только когда мы будем говорить правду не оправдая самих себя я еще раз говорю я получил из чикаго случайно в интернете нашел один говорит тот я нашел такого человека это на какой-то там вадим его на меня указал православный проповедует прямо горит от смерти в жизни и что интересно это он баптиста в пух и прах разносит а его все уважают то есть но люди же понимают что я не хочу праха то хочу жизни чтобы они поверили зачем же это тихо как мне богословы говорят что вот мы допустим почитательное у нас поклонение что образ первого образа входит и что иконы у нас мы иконы почитаем что это как помощник что какого богословия в красных вот а раз первого образа признаем то мы вот мать получила письмо от сына вон в армии не было она его прижала и поцеловала это самое настоящее поклонение но это не говорит о том что она не понимает что это бумага ничего в этом особенного и нет я беру библию и поцеловал я поклоняюсь библии я открывают у меня щетки по полному счету вот у меня на щетках крест я заканчиваю молиться 100 поклонов поцеловал потому что это прообраз голгофского креста еще я при люди в дороге где был но они не понимают я ему ответил скажите я согрешил я вижу хорошее согрешил я этим нет и весь сказ не надо только оправдываться да мы поклоняемся поклоняемся с верой в то что этот образ восходит это поклонение восходит до первого образа согласен просто знаете если по поводу константа вернуться у них часто претензии что мы грубые что мы у нас тупость какая-то грубая присутствует что мы постоянно людей отталкиваем я просто прислушался к критике и тут я могу согласиться я считаю что вся вся причина это 1917 первое это может быть ритманская реформа когда вот пошла вся эта реформа и русь полетела все это пришло западная вся эта масонство к нам пришло со времен петра а второй мощнейший удар по нам нанесли это конечно сатанинский сатанинской революция 1917 года когда у нас все общины были под корень вырезаны конечно в америке им хорошо потому что мы знаем что все иеговисты все протестанты неопротестантские секты которые к нам пришли они пришли с америки у них много веков на работах а у нас фактически после 90-летнего сатанинского уже сто лет будет 100-летнего сатанинского засилия у нас нет таких ресурсов у нас все получается люди загнаны многие боятся вот допустим вы очень открыто и очень искренне говорите а я знаю многих священников которые мыслят очень близко как вы но они боятся или епархиального управления или архиерея или властей я узнал одного священника он уже умер он более 50 лет прослужил священником как я боюсь всего низко не признался как на советское время долгили мне предлагали сотрудничать и квартиру и машину лишь бы я сдавал своих коллег священник советский я боюсь вот я боюсь говорить слова то есть я такие встречал людей которые боятся которые прошли тоже тюрьмы и колонии а откуда будет община создаваться если священник не хочет работать играть согласитесь что очень много зависит от священника зачем захочет построить свою общину будет очень посмотрите откровение этого батюшки скажите откровение запишите для него 21 глава 27 27 стих и не войдет в него вирусалим небесный ничто не чистое и никто преданный мерзость и лжи а только те которые написаны у агнца в книге жизни ну и как ну как мы будем отвергать это не отвергать никто мерзость и лжи а это мерзость трусость босса никто не войдет туда на весь сказ на этом вот так дальше окровение 21 8 участь боязливых был боязливых же и неверных и скверных и убийц и любодеев и чародеев идолослужителей и всех лжецов участь в озере горящим огнем и серые это смерть вторая боязливые на первом месте стоят впереди прелюбодеев впереди чародеев идолослужителей лжецов боязливый а ты сядь скажи батюшка и напиши на бумаге чего ты боишься потерять должность дальше потерять жену потерять детей и отверглись себя ты ничему не привязан вычеркни все это и тебе дверь откроется царство небесное ты сразу боятся тебе угрожают диплом отнять выкинь его и все они голыми зубами щелкать будут они тебя никак не возьмут ни с одной стороны ты будешь намощен духом святым как борец как говорит ян златоус 8 кстати можно например привести женских священников которые сказали во многом правду и видите как они все полетели это очень большой как узнаете пример для многих вот этих боязливых попов и священник ну попов которые боятся сказать правду я это наблюдаю единственное с ижевскими что не согласен когда они начали отрицать там нам не нужны они на кураева погнали они говорят говорили нам не нужны там миссионеры а я наоборот выступаю что должно что христиане должны присутствовать везде и среди фанатов там футбольных хоккейных и среди там панков рокеров скинхедов среди всех должно быть присутствовать слово божие чтобы христиане были везде что-то чела активная миссия распространение евангелия слову божиего то есть я единственный с чем с ними согласен это против когда они выступили фактически антимиссионерские Вот тут я не согласен. А вот то, что они сказали правду, я как изнутри с детства наблюдаю, за священниками, за друзьями, они сказали правду. Но сразу вылетели. Вот у вас в русской зарубежной церкви, у вас вот здорово, что у вас более общинные. Об этом Кураев и себе уже пишут. А у нас попробуют. Бог что-то начнет делать, и вот сразу с прихода с ним, или там за живым кафедральным храмом, или там в большом соборе, быстро с ним, за пять секунд, никто не успеет даже слово рта открыть. Из-за этого многие боятся. Надо знать, что Берия со Сталином не дураки были, когда устраивали всю эту систему. Один раз мне пришлось быть в Даниловом монастыре, и там знакомый игумен. Ну и где беседовать? Беседовать, а у них какое-то отделение такое было, там высоко-высоко, там с кощегаркой связаны трубы. И мы там народ собрались. И когда беседовали, я говорю, один из вас предаст меня. Я увидел. А батюшка-то говорит, да нет, тут собрались все такие люди. Я говорю, а второй священник поднимется? Да вы что, он такой кроткий, он смиренный. Это отец Леонид, там это другое. На завтра приходим. А я им сказал, у них плиты снятые были, видимо, с могил. И постель, пол сделали, железный пол. А на плитах крест. А на крест нельзя ступать. Если он изображен, его надо стереть. Я говорю, возьмите наждак и спилите. А он-то настоятель. Ему сразу передали вечером. Я пришел в храм, там молюсь. Он подходит. А вы-то вы, Игнати, будете? Я говорю, чшшшш. Служба идет. Он опять на меня. А я ни слова не говорю. Так он прямо разгневался на меня. Я вам запрещаю здесь говорить, а служба идет. Я не стал ничего разговаривать. Он фыркнул и ушел. Потом я Игумену говорю, вот такой разговор. Да вы что? Я говорю, кто-то из ваших-то уже пересвистнул. Мы вечером говорили, это после службы там люди задавали вопросы. А батюшка, на который вы говорили, он кроткий, как ангел. Я говорю, а он показал. Вот так, ангел, рога в потолок. Он даже не дождался, когда кончится ко мне. Я что сказал? Крест нельзя попирать конкретно. Я покажу тебе, где это написано. Его убрать надо. Или плиту уберите, или наждаком уберите это. Я больше ничего не говорил. Другого обвинения нет. Но он здесь настоятель. Ты мне указываешь, что в храме. Что я указываю? Я указываю нарушение. И человек, который с ним служит, и он его не знал. Почему? Задели. А это как раз и нужно задеть. А какая у него будет молва обо мне? У-у-у, это и грубо я говорил. Грубо я говорил, но я достиг того, что хотел. Ты понял, что у тебя нарушение, которое немалым считается. Попирание животворящего креста Господня ногами. Надо это убрать. А вы говорили ласковое то другое, и ничего нигде не двигалось. Иных, говорит, страхом спасайте из огня, гнушаясь даже одеждой. Вы всегда людям говорите, исследуйте самих себя, верили вы. Это Павел говорит. Исследовать надо нам не Санкт-Петербург. Что там делается. Никогда храм построит. Самих себя. Почему 1 Тима 5, 4, 16, говорит, вникай в себя и в учение. И занимайся этим постоянно. И вот так поступая, спасешь себя и слушающих тебя. Нам, ну, все показано. Говорить-то не о чем, надо работать. Молиться и радоваться. А внутренняя радость, это не улыбка сектантской резиновой душей. Их когда тронешь, конкретно, ты посмотришь, какая там пыль поднимется. Вот я нахожусь у баптистов, а всех бэм. Москва. Москва. Маловузовская, кажется, 5 или 2 там. И вот беседова с молодежью. Отдельно молодежь собралась. И Старый пришел. И они там слушают вопросы, задают, соглашаются. Такой, потому что живой разговор. А Старый сразу же начал. Он видит, куда дело-то идет-то. Еще чего не хватало. Тут идолопоклонник вас учить будут. Они его выпроводили. А это прямо в самом здании. Там отдельно у них как помещение-то. Выпроводили. Так они как на меня рассердились, эти баптисты. Они меня выгнали с молитвенного дома. А я вышел на улицу и говорю, они выше туда меня гонят. Я перешел на другую сторону улицы. Они ко мне подошли. Я говорю, эта сторона улицы вам уже не принадлежит. Успокойтесь. Вот они и хорошие. Как будто факелом куда-то ткнул в болото, где змеи свернулись. Даже своих не узнают. Да как так? Такие братья кроткие наши были. Кроткие. Пока истина не появилась. А когда истина восстала перед ними, Слово Божие в живой, в истине. А ты посмотри, что из них полезло. То есть они за вас борются. А несколько человек все равно приняли крещение. Ушли в православие. Это Бог делает. Поэтому они ясно, как относятся. И это должен так воспринимать. Это нормальное состояние. Сатана не отпускает свои жертвы. Согласен. Не надо. Она сказала, вы идолопоклонники. Да, мы очень похожи на них. Очень похожи. Но я тут не согласен. Мы идолопоклонники. Мы христиане. Они идолопоклонники. Нет, нет, нет. Мы христиане. Мы очень похожи на них. Не спорим. Не спорим. Мы, скажи, очень похожи. Соблазн подаем вам. Но вы будьте выше этого. У нас много того чего. Скажи, а для чего у вас священник? Не для чего. Как этот Владимир там, он в городе Болгар служит. А, ну. Головин. Священник. Да, священник-то. И он доказывает, а для чего священник? Головин. 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 Для чего? Да не для чего, говорит. Чтобы стены закопить, тогда другим работа будет. Может и головин. Да. Никакого здесь таинственного, мистического, сакрального ничего нет в свечках. У нас лампочки. Да. Игнать Иванович, а вот, знаете, может быть, если бы у нас не было этого слома в 1917 году, если бы строились у нас приходы, ну, допустим, по примеру старообрядцев, когда все свои, и когда тот же какой-нибудь священник, он понимает, что ответственность свою, что он не может тыкать, приказывать, указывать, вообще, возможно, вернуться в московской патриархии к общинности, когда решают все, а не как сейчас в этот господелах, говорится? Можно вернуться? Можно. Можно. И когда говорят, когда начинать, я говорю, сегодня вечером. Мы в одном храме были, а священник тот приезжал, он разулся, все, в комнате у нас сидел, жил несколько дней, и ко мне на кровать залез, на кровати, а у меня выворщены мешочки были, в которых были вопросы, которые мне в университетах подавали, на радио, милиции, примерно три с половиной тысячи этих записок. И он сидел и выбирал их. Вот это интересно, я хочу, чтобы ответили. Я отвечаю, а тут сидит один на машинке и печатает яромонах, удивительный яромонах был, по-английски не глядя печатал, и по-русски. И вот я отвечаю, а он мне говорит, батюшка, ну надо же, ни на один вопрос я правильно не ответил. И когда мы к нему попали, он давай меня уговарит, чтобы я у него остался или приехал зимой. Я говорю, я не один приеду, а вдвоем. Хорошо вдвоем. Но когда мы вечером провели и вместе поговорили, у него там, в ограде-то, он больше меня приглашать не стал. Правда? Ну то есть я сказал, с чего начинать надо-то? Надо-надо-надо-надо. Надо сразу высказать все, а не так постепенно, я поговорю, потом мы договоримся, нас будет больше, будем голосовать. Богу это не надо. Богу нужна правда, открытое сердце. Сын мой, отдай мне сердце твое. Сердце из глубины, которое ты головой слышал, ушами пропустил, и теперь держишь здесь. Можно в православии работать, а в старообрящести нельзя. В старообрядках не дадут работать по Евангелию. Не дадут. У них миссионерство на нуле стоит, и это запретная зона. Я знаю, я там был. Ни под каким видом нельзя никому говорить. Я работаю с баптистами, и за мной один старообрядец увязался. А я его и не видел, что я пришел туда после богослужения в царообрядческом храме Рождества Пресвятые Богородицы. Город Новосибирск. А он этот, который пошел, он мой близкий человек, Андрей Долгов, Андрей Федотович. Ну и когда стали говорить об Авану Игнатию, всю молодежь увел к баптистам, а никого я не увел. Он и говорит, я ходил с ним, он меня не видел и не видел, как я ушел. Я видел, как он беседует у баптистов. Так и ты ходил. Так я же что ходил-то, я же смотрел, что он там делает. Надо бы по делу говорить. Он им рассказывал, как надо понимать все эти вопросы. Так они на него напустились теперь. Они ни на что не смотрят. Но ты сидел дома, вся община сидели, не ходили. А я ходил, и посмотри, вот сколько людей пришло, это от них пришли благодаря тому, что Бог благословил мои слова. Зачем бы Олег Синяев меня называл высокопродуктивным миссионером? Он сам проповедует. Кстати, по поводу отца Олега Синяева, да. Я, если честно, не помню, чтобы отец Олег о вас опоминал. Но отец Олег Синяев действительно очень многих тоже через проповедь, через миссионерство привел. Кураев, отец Олег. Вы это люди, которые... Ну, про это мое высокописание сейчас он не очень упоминает. А вот отец Олег действительно, у него постоянно в руках Библия. Да. Я вот с отцом Олегом Синяев не везение, не совсем согласен, но за то, что он любит Библию, Евангелие. За то, что он проповедует и с мусульманами, и с неуязычниками, и с всеми видами протестантов. За это уважение. Батюш какой здоровый, крупный, но как он любит Слово Божие. Он молодец. Он приезжал по Теряевку, вот в Теряевке был. А потом я был в Москве, его в больнице посещал. Я его знаю не понаслышке, а конкретно. Он составляет разные идеи, увлекается. И одна из его самых хороших идей, дорога ехали, я ему в течение часа ее разъяснил, и он на это не тут же отрекся. Ну да. А эта история? Я откуда знаю? Я переписываюсь с одной женщиной в Германии, она была у нас-то. А он с ее дочерью как-то, какой-то связь была, и он ей говорит про меня. И это все у меня выявилось. Прислан был разговор, он с ней что разговаривает, там мать, видимо, выслала. И он это говорит. Я знаю, это не просто придумка какая-то, а реально его слова, которые он говорил. Я молюсь о нем каждый день, чтобы Бог благословил его. Градий Тихонович, а вот мы о митрополите Антонии Силучского упоминали, вот смотрите, у него есть знаменитая статья «Берегитесь, братья мои, священники», где он очень жестко критикует священников. Может быть, вы прочитаете, найдете в интернете, где он очень жестко критикует священников за их вот эту чрезмерную, ну, как мы с вами говорили, папы римские. И митрополит Антоний Силучский говорил, Блум, что священник должен для всех стать слугой, что это должна быть перевернутая пирамида. Не ты там священник, не ты там архиерей, а наоборот, ты иди служи, проповедуй Христа. И вот у него в Англии же так было, я знаю, друзей, знакомых, кто даже с ним общался, они говорят, что выходит какой-то дедушка старенький с каким-то потерпением, подвязненький, и не скажешь, что это целый митрополит, как он любил Бога, как он любил, какие у него глаза были, это небесные глаза. Когда он говорил, то есть человек хотел быть со Христом, вот он проповедовал, и человек хотел идти ко Христу. Это очень важно. А когда мы встречаем священников, которые ничего не хотят делать, то мы получаем всех этих сектантов, начиная от этих оккультистов, которых сейчас развелось на каждом шагу. Александр, вот о чем говорите? Себе щеркните первое послание Петра, пятая глава. Вот заметьте, что написано. Почитайте. И мы развернем сейчас пять стихов. Игорь Тихонович, а можно вы будете считать? Сейчас тут нету применения, чем написано. Хорошо. Пастырь ваших умоляю я, запятая, сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться. Он умоляет их. Какое? Второй стих. Пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корости. Вот это вот деньги, везде деньги, гнусность, но из усердия. И не господство над наследием Божиим, но подавая пример стаду. Не господство, они без этого не могут шага шагнуть. И когда явится пастырь-начальник, вы получите неувидающий венец славы. И также, младшие, повинуйтесь пастырем. Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно мудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Точка. Вот чем должен заниматься не господствуя. Не господствуя. А если господствуя, значит, нарушает. Так и написано. Да. Потому что у русских, да у русских православие знает, батюшка, это священники. Мы все род избраны. Первое Петра 2. Вы род избраны. Царственное священство, народ святой. Люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свет. То есть, нас называет Господь святыми. И назначение какое? Дабы возвещать совершенство Божие. Христово. Вот и все. Ну, не надо ничего толковать. Тут каждое слово стоит на месте. Игорь Тихонович, а вот такой вопрос. А возможно ли в христианстве и в разные направлениях в самом нашем православном христианстве, вот это знаменитая формула в главном единстве, в главном единстве, во второстепенном свобода, во всем любовь. Возможно ли люди, будучи, допустим, православными христианами, могут взять разные политические взгляды? Допустим, я знаю православных христиан, которые там монархисты, православные христиане демократы, православные христиане там социалисты, православные христиане национал-патриоты. Возможно ли быть православным христианином, но и быть с каким-то политическим взглядом. А вот он сам как решает. Вот, допустим, он монархист. Ну и можно с ним хоть один раз-то побеседовать. Ну и Зюганов. Зюганов тоже, Геннадий. Тоже он православный. И Проханов православный, Александр. Какой же он? Геннадий Тихонович. Нет, до конца надо договориться. Если ты монархист, то ты не говоришь, что царь-искупитель. Об этом Осипов говорит. Это готовый антихрист у вас будет. Мы должны сказать, да, царь был, и такой беды не было. Но и при царе-то было что? Слово нельзя было сказать. За каждое слово. Герцин где искру издавал? Почему в другом месте? Почему за старообрядцами гонялись, гнобили их? Евреям свобода была. Татарам свобода. А старообрядцев буквально в подземелье держали. Столетия. Хорошо при царе-батюшке вспоминать. А мы должны им это сказать. Тем более он должен сегодня быть царь-батюшка во всей стране, а не в одной Москве. А тут татары есть. Как он с ними ладить будет? Как? Вот я верующий, я говорю, спасение только во Христе. Все остальное неправда. Нет другого имени под небом. Он даже сказать это, которым надлежало бы нам спастись. Диане 4.12. Он это сказать не может во всеуслышание. Как так? А куда дальше, а то другое-то. Поэтому он должен быть или неверующий, или лавировать, обманывать самого себя. А его уже, говорит, на другой день на мушку поставят. Вот он социалист, допустим. Ладно, я закончу. Социалист. Что в нем? Социалист был и Гитлер. Национал социалист Гитлер был. Гитлер был национал-социалист. О, вот где корень-то. А русские... Россия для русских. Путин сказал, придурки. Если вы это будете говорить, русским дали сигнал гнать везде, где они есть. Из Латвии выгнать, из Израиля, из Казахстана. Отовсюду русских выгнать. У вас есть Россия, дети живите. Они не понимают, что говорят. В России никто лишний не был и не будет. Да, да. Игнат Тихонович, по поводу монархистов хочу сказать. Да, у меня есть знакомые, которые монархисты. Но я с ними очень жестко богословки ставлю. Я говорю, ни в коем случае у нас один искупитель. Это Христос. И люди вменяемые, они соглашаются. А есть так называемые царебожники, у которых действительно с ними разговаривать сложновато. Они у них вот должен царь, царь. И тут отчасти Осипов прав. Профессор наш Осипов. Что если люди так не понимают, они могут за место царя не истинного царя встретить, а антихриста. А по поводу национал-социалистов, я считаю так. Если человек грамотный, если человек желает благо своему народу, своему отечеству, то пожалуйста. Но если он действительно провокатор какой-то, но Путин он тоже ошибается. Не все там придурки. Я общался и с фанатами, и с национал-социалистами. Очень много здоровых, адекватных людей. Просто часто по телевизии показывают провокаторов, которые их проплатили, чтобы они устроили какую-то акцию. А потом говорят, вот посмотрите, вот они все такие. Не надо путать, чтобы очень-очень много провокаторов, которые служат там на мафсад, на мафсонов. И все это делается специально. Потому что здравомыслящий человек, он никогда не скажет, вот там другие народы не нужны. Он может сказать, что есть, да, главный русский народ, имперский, коренной, и коренные народы России. Все, кто живет в России, пожалуйста, ни в коем случае. Это провокация. И если вы с Путиным сетью так поговорите, можно объяснить, что есть здравомыслящие ребята, я с ними общался, очень умные, очень начитанные, очень грамотные. И ни в коем случае они не являются. А да, есть какая-то часть, которые озлобленные. А есть провокаторы, которые устраивают специально акции для того, чтобы иметь какую-то... Александр, у меня эта тема закрыта. Я время отращу на вас сейчас ни о чем. Они социалисты, хотят рай на земле построить. И дети свидетелями Югова. В православии... Нет, нет, нет. Это не было. Меня не услышали. Им скажите. Им скажите. Идите к свидетелям Югова. Они на земле строят царство. Вы не туда попали. Православие говорит о небе. И поэтому не надо никуда увлекаться. Для нам дана определенная задача прославить Христа, его дело, и должно войти в нас. А это... Партии какие-то. Партии какие-то. Глупости все. Да. Вы меня немножечко не услышали. Я просто приведу пример, что если во главе будет Христос, то все это возможно. А по поводу социалистов, мы уже с вами много раз говорили, все эти коммунисты, все эти социализмы, в смысле анархии, коммунизма, вся символика у них мацонская. Не может, конечно, быть. Я с вами тут согласен. Вы немножко меня не услышали. Я приводил пример, если человек... Я услышал, я говорю на эту тему разговора, даже время тратить не буду. Меня больше никогда не поднимайте. Я христианин. И подчиняюсь власти, какая бы ни была. И поэтому вот за, пойти голосовать. Мы не голосуем никогда. Мы совершенно отречены от этого. Какой бы он ни был, мне этой свободы достаточно. Мне свободы было достаточно. И в прошлое, при советской власти. Мне не запрещали поститься, молиться, свидетельствовать запрещали. Так я знал за это награда. И люди больше интересовались, чем сегодня. Да. Еще вопрос. Возможно, христианская политика. Вот в России есть такой деятель, это так задам вопрос, чтобы меня услышали. В России есть такой деятель, Гидар Джималь. Радикальный салафит, мусульманин. Он исповедует политический ислам. Возможно ли нам создать христианскую политику, чтобы мы были везде, чтобы наши интересы представляли Государственную Думу, чтобы мы могли защищать свои права. Возможно ли? Вот такой вопрос. Возможно все. Только, пасши, поклонись мне, я тебе все отдам. Не, 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 не. Христиане, христиане. Ну, христиане и так же. Нам не дано строить это. Эти слова даже выкинуть надо. Он такой, меня совершенно не интересует. А вот они решили там автокефалию не давать украинской церкви, прям заботятся об этом. Меня это совершенно не интересует. Это как Богу угодно, так и сделает. Как лучше. Вы доверьтесь Богу. Мне это в задачу от Бога не поставлено. Я должен жить по-христиански и свидетельствовать о Христе другим. Быть живым воплощением Евангелия. А это все люди придумали. Мне это не надо даже и знать. Хотя я много считаю, я знаю эти программы, смотрю и усиливаю молитвы, и все на этом. Игнатихович, прошу прощения, что вы ее перебили, чтобы вы меня поняли. Когда мы с вами говорили о тех коммунистах, о тех социалистах, которые исповедуют все их принципы, мы уже с вами много раз говорили, все эти Карлы Маркс, Марксы, кто они там, Энгельсы, Ленины, Сталины. Я же с вами полностью согласен. И вся символика масонская, и демократия, и коммунизм, все это масонские проекты. Я полностью согласен. Я говорил с позиции, если мы христиане, но уже разные христиане есть, есть христиане-спортсмены, есть христиане-политики, возможно, нам будет иметь свой взгляд, чтобы мы могли организовать что-то, или нам надо все оставить и уйти молиться. Просто наше место займут, как Александр Крутов, который русский дом возглавляет, даже статья ваша в русском доме была. Он часто так говорит, если мы уйдем сейчас все в леса, и не будет среди нас православных деятелей, политиков, то наше место займут враги христианства. И нам будет еще хуже. Нет, нет, не так. Это не так. Это совершенно не так. Вот образец это Владимир Филимонович Марсенковский. Он был арестован. И там, говорит, вначале, одни по земледелию занимаются, а другие там какие-то партии юридические. А он говорил о Христе. Прошла неделя, все кружки рассыпались, все стали ходить к нему. Я говорю о Христе. И поэтому те, которые социалисты, коммунисты, фашисты, они будут у ног Христа сидеть. И Господь покажет. Надо или не надо. Поэтому мне не надо эту систему разбирать. Мы никого не выбираем. Вот я в университете веду занятия, одна подошла, учительница. Какой же вы верующий-то? За Бориса Николаевича надо было голосовать, а вы не голосуете. А потом я ее встречаю лет через пять, она говорит, я готова себе руку отрубить. За кого я голосовала? За какого пропойцу, тюремшика? Вы раньше времени не давайте возможности людям увильнуть куда-то умом. Будет так, как у Бога назначено. Из воды выходит Овен. Это персидский царь. За ним выйдет из воды козел, козел. Он будет его рогами. Это Александр Македонский. И дальше написано, у него четыре рога. Это четыре царства распадется. И перевернуть нельзя, чтобы раньше козел, а потом баран вышел. У Бога все расположено. Тринадцатая глава, считайте, третья книга есть. Дрорел, перья, под перья какие выходят. И чем она заканчивается? Кажется, тринадцатая глава. Надо посмотреть. Надо Богу доверять. Доверять. И тогда будет очищен мозг от разной ненужности. Не, ну, просто видите, что вы услышали, вать люди, которые нужно это. Я просто об этом хотел спросить. Я ответил. Все, на эту тему разговор прикрыли. А вот вы говорили по поводу Антихриста. Вы сказали, что он будет... Третий ездер, одиннадцатая глава. Одиннадцатая. Третий. Третий ездер, одиннадцатая глава. Вот. Когда он увидел орла. Вот. Одиннадцатая глава. И вот поднялся с моря орел, у которого было двенадцать крыльев пернатых и три головы. Понимаете, это уже все занаряжено. И наши попытки демократическая, консервативная партия, она никакого решения не приносит нам. Кроме того, надо разговариваться перед Богом. Нашу дишу никто не займет. А то враги займут, ничего они не займут. Они врагами были, останутся врагами. А когда говорим прямо о Христе благовестие, они будут там проповедниками. Никакой политической системы свидетелей не пристают. Они самые успешные. Даже... Владимир Тихонович, да. А можно тут с вами немножко подспорить? Именно политически... Я не спорю, Александр, тема закрыта. Мнение высказали. А мнение свое можно высказать? Не надо. Стое мнение. Мне это не надо совсем. Я не хочу даже это в голову забивать. Я сказал, на этом стою, меня не сбить, ничего нельзя. Я знаю, что жизнь короткая, надо говорить о Христе. Показать жизнь у своего Христа живого, распятого, воскресшего. Я не с вами спорить хотел. Я хотел сказать, что те же яговисты, это же организация с Бруклина, Америка, США. А многие исследователи говорят, что это как раз политический проект спецслужб ЦРУ. Возможно это? Потому что как поставлена система у Хаббарта, саентология, как поставлена эгоистов, что возможно стоят какие-то силы, которые помогают. Сами они же не могут так продвигаться. Вот есть мнение исследователей, что многие сегтанты, которые с Америки, все это ЦРУ очень лопило. Возможно это? На вашу точку. Да невозможно, это так и есть. Причем возможно-то. У меня этот материал М1-М5 вышел, меня судили за это. Это все в протоколах сказано. Я об этом хотел сказать. Кто свалил торговый центр в Америке-2? Сегодня доказывал, сама Америка это сделала. Кто у нас под лодку Курс потопил? Вам что рассказывать-то? Нет. Политика грязное дело. На их совести трудно сказать, что мне данная задача молиться за царей за начальство. Все, мои знания ограничены. Зачем мне это нужно? Хотя я смотрел фильмы, французы, как показывают про это, как там жены плачут, в Курске было. Это я только узнал, чтобы более сострадательным быть. Их никто не думал спасать. Это нужно было, договор был, за что и что там будет, и Америка даст какие годы, не будет нападать. Это все как с Японией. Это все абсолютно уже известно. И зачем время тратить? Молитва решает все. То есть Бог решает. Да, да. А вот по поводу Антихриста. Вы сказали, что он будет евреем. А известно же, что он евреем будет по маме. Он будет из колена данного. Никогда святые отцы не говорили папа и мама, а говорили евреи из колена данного. Все. А потом Ефрем Семен говорит, Кирилл Русалинский, Андрей Кесарик и Падокийский. Зачем это нам еврейский? Еврейский по маме. Ну, семя-то отцова. Родил Авраам, родил Исаак, анимама. А это в Ветхом Завете было. А у современных иудеев, которые к синагоге, калмутисты. Саша, не надо современные иудеи. Лучше бы ты не знал этого ничего. Зачем нам это знать? Это все запутывает. По мужской линии, по женской никогда не считалось. Они не считают так. Это для переселения туда. Для переселения. А не то, что они там в своих книгах. В своих книгах они этого не делают. Я просто пример хочу привести. Жириновский, же вы знаете политику Жириновского Владимира Вольфовича? Я знаю. И там была такая острая ситуация. У меня есть друзья, которые в ЛДПР состоят в Москве. Патриоты такие. И на него сильно наехали коммунисты. Я коммунистов не люблю вообще сразу говорю. наехали на него и начали говорить типа евреи. А он говорит а какой я еврей? Я в Израиль приду, мне скажут у тебя кто? Мама. Мама у меня русская. То есть у них очень важно чтобы была бабушка, прабабушка, мама еврей. Саша, я не хочу на эту тему говорить. Не надо мне. Все будет. Хорошо. Время не тратить даже. Это никакой роли не играет. Ну два часа, три часа будем разговаривать. Решает Господь. И будет так, как Ему угодно. Уже все запрограммировано. Мы ничего не можем сделать. Ну, за четвергом будет завтра пятница. Ну, не сделаем воскресенье. За весной лето придет. За ночью придет день. И Библия говорит нам в второзаконии, что никогда по-другому не будет. Мировая история у Бога от начала была Богом назначена, когда не было начальных пылинок вселенной. То есть, атомов не было. Пылинок, в другом языке написано, кирпичиком вселенной. Ну, это нейтрино. Ее там не было. А Бог знает. И на небе произошла война, и они победили его кровью Агнца, когда не было еще земного шара. Какая кровь Агнца? У Бога все в одно мгновение. Это мы разделяем сегодня, вчера, позавчера. У Бога все живы. Поэтому нужно научиться мыслить категориями Святой Библии. Ну, и молиться, чтобы Бог открывал правильно. Не толковать Библию. Шестой Вселенский Собор, 19 правило, запрещает толковать. Ее истолковали святые отцы, названные учителями. Я не учитель. Поэтому я ничего не истолковываю. Мне не дано. Прокомментировать я могу, как бы, расширить это. Вот об этом деле сказал Кирилл Иерусалимский. А я гляжу, об этом Иоанн Кронштадтский сказал. Я туда его подставляю. Еще Иоанн Кронштадтский сказал. И Феофан Затворник говорил. Мои комментарии-то какие? Ну, хорошо. Вот вопрос по поводу отцов наших. Феофан Затворник, Златоуст, Игнатик Гнешининов. Ну, я уже об этом задал вопросы, наверное, только в другой форме. Как правильно задать, да. Чтобы... То есть, получается, если мы читаем Евангелие, мы должны обязательно комментарии отцов читать. Чтобы не только было наше измышление. Вот мы там прочитали какую-то голову Евангелия. Обязательно, чтобы или Феофан Затворник, или Златоуст, или Пепелак Болгарский. То есть, вот так нам должно строиться Евангелие, если мы Евангелие читаем. Ну, и что? Ну, я спрашиваю, что мы должны... А что вы спрашиваете-то? У нас есть толкование? Мы берем его и считаем, и на этом стоим. Ну, я знаю. Они и почитают друг другу. Есть отдельно на весь Новый Завет толкование Феофана Затворника. Вот сейчас еще берут толкование Аушева, там, Аверкия. Ничего нового я там не нахожу. Что, Славику Чеберкульскому ехать спрашивать? Чеберкульский, это же оккультизм магический. Там вообще ужас. Слава, это уже ужас. Мне это открыто было с первого дня. И у меня главное это златоуст. Поэтому у нас в храме считается только златоуст. Когда стали что-то считать, один раз прочитали, мы сразу сделали замечание, кто считает. Только златоуст. Потому что это вершина христианской мудрости. при мудрости. Гнат Тихович, а можно вы сейчас с вами полностью согласитесь? На что златоустая полностью с вами согласна? Я очень люблю Иоанна Затворца. Он мне очень близок по сердцу. Тут я с вами полностью согласен. Это один из самых трудных отцов. Больше ничего нету? Прощай. А можно Никите вопрос? Никите задать вопрос. Никите. Ну. С Украины. Никита. А Никита. Можно, конечно. Ну как? Наварите. Привет, Никит. Добрый вечер. Как у вас дела? Хорошо. Вот насчет Украины. Насчет Украины. Как вообще ситуация сейчас у вас? Потому что разные мне сейчас друзья приходят. Из Донбасса очень у меня друзья озлобленные. Вы не из Донбасса, да? Я не из Донбасса. Я меньше вашего знаю. Как? Мне тут нет времени даже новости посмотреть. Что там происходит? Я так только по отголоскам. Вообще. Без понятия. Ну вы были на Майтане. Хожи были на Майтане, да? Ну я был еще когда была раньше революция. Когда студент там был неверующим. Там ходил для интереса. А когда вот эти военные действия там были я туда не ставался. А их по городу хватало. Бегали эти люди там сумасшедшие с щитами милицейскими украденными. И с дубинками. Дороги блокировали. Там блокпосты свои строили. Куда там? Зачем туда суваться? Там стреляли и взрывали. Все горело. Что там делать-то? Ну вот такое мнение хочу тебя спросить. Извини, что на ты. Ничего, что на ты? Да ничего. Вот смотри. Возможно ли, что это все было спланировано? Просто я анализирую разное мнение разных людей со всех сторон. Хочу услышать. Как бендеровцев, прошу прощения, если ты оскорбил, так и пророссийских украинцев. Возможно, это спланировано кем-то? Что это не народное все? Что кто-то спланировал это? Возможно, опять? Ну, все свое часа ждало. И, конечно, там это все планировалось. И только толчок дали в нужный момент. Это все свершилось. И ничего такого нет в этом. там могли присутствовать. У меня вот друзья, которые изучают политику, они говорят, что туда приезжали американские снайперы, что там было очень серьезное... Ну, прям офис РУ, там все знали, прямо на Майдане там был офис РУ, прям находился, вот, не помню, какое здание, которое сгорело, прямо от них находился. Они там подготавливали людей, как это все делает. То есть это в открытую все было известно. То есть вполне возможно, что это факт, что это американские наши партнеры? Ну, вполне знаю. А вот по поводу... Вот я тоже спрашиваю сейчас, ну, чтобы мнение разных людей. А возможно ли, что, как сказать, молодежь... Как вообще молодежь сейчас относится к России, к русским? И есть ли понимание у малороссов, что они составная часть нашего русского народа? Или сейчас нету? Вот где ты жил? Ты жил в какой? Западной или центральной? Центральной. Даже северной. Есть ли осознание, что мы единый народ? Или молодежь сейчас все, мы украли великие, отдельно все? Ничего там нет вообще. Там народ, молодежь сейчас спившаяся, сблудившаяся, там ничего в нема божественного. Им сказали там, они... Какой-то дух управляет ими зло, и все. Нема там понимания никакого. Они ни истории не знают, ни священное писание, им ничего не интересного, они ничего не понимают. Им голова забита интернетом вся и прочим. Максимум информацию черпают. И агитации проукраинской, и все, это у некоторых. Остальные, кто этого не понимает, им это и не надо, они своим делом заняты. То есть, грубо говоря, наш народ, который, я читаю, ты согласен, что мы русские, украинские, лучше один народ? Ну, согласен, как бы, конечно... А каковы или не согласен? Согласен, согласен. Ну, то есть, получается, это какой город западный, Украина? То есть, северный, это какой город? Киев, это самая центральная часть Украины, город Киев. Нет. А, ты с Киева? Ну, Борисполь, Киеве, в Киеве много времени проводили. А, Борисполь, по сарапорту, по-моему, там был, да? Есть. Это район. Борисполь, это район. Ну, это не район, это город полноценный город, 50 тысяч населения, ну, 45 уже. Ну, по-моему, рядом с Киевом, получается. 16 километров, да, там самая... Фактически Киев. Да-да-да. То есть, получается, вот в таком у вас центре и молодежь тогда, в продельбании. Никто не занимается ничем, да? Да, ничем, дискотеки открыты, все, там еще надо. Ничего там нет вообще. Библиотеки пустые, даже в библиотеки никто не ходит. Я просто, человек боевой, спортом раньше занимался, где пример такой приведу, я часто где-нибудь в мире, когда путешествую, встречаюсь такую ситуацию наших девушек с Украины с иностранцами. У меня даже браки были, я не люблю, когда наши девушки. И вот, просто на Украине какая-то чума. Почему девушки у вас так распущены с вашей Украины? Потому что, если путешествуешь по Европе, там, везде украинки присутствуют. Хотя, я считаю, что украинка это моя русская. В чем причина такого? Распусто. Воспитание такое, все. Не скажу, чтобы они сильнее распущены, чем русские. Просто у нас там в Украине теплее, они одеваются чуть попроще. Поэтому, кажется, они были распущены. А так, то же самое все. Ну, есть и нормальные, да, у вас и православные, и девочки, которые, ну, соблюдают себя в чистоте. Не допускают все, что мы наблюдаем. Ну, может, единицы, буквально единицы. Ну, то, что я видел, не могу даже сказать. Не знаю, конечно. На сотни единицы. И вот, знаю, вот эту всю грязь, как раз легла эта пропаганда про великих Украинских, про то, что москали это плохие, да? Да, да. Никто об этом и не думал. Как началось это все, и все как резко, как будто, все стали такие знающие, все что-то знают, а для этого никто ничего об этом не говорил, да, даже. Пока не начало телевидение, это все распространять, через канал украинский, что вот Россия, там все старое подняли, все там было, какое, в советское время притеснение, и они это все вспомнили, как будто, ну, нужного момента своего ждало, ну, Господь так определил. Ничего удивительного, они все возбудились резко, и все готовы теперь, ходят там, поют песни, Путин там, плохие математерные слова, по ночи, по улице. Насчет Путина не будем, политиков личных не будут, насчет понятно. Тут видишь, в чем причина, я могу ошибаться, но я называю телевидение средством массовой дезинформации, что людям очень хорошо помыть мозги, потому что, если понаблюдать, последить, очень легко человека зомбировать, через средства массовой дезинформации, тем более, если человек не укреплен в вере, вот как ты правильно сказал, если бы вы воспитаны были, то все бы понимали, что истоки наши как раз в Киеве, что все, кто говорят против России, все говорят против Украины, потому что русские и украинцы, это единый народ. И когда они говорят, вон там Россия, на самом деле Россия вот тут, то есть у вас Россия, Киевская Русь, это наша колыбель, и Крещение, и Аскольд там крестил Русь в 860 году, и Владимир, все это наше общее, и Россия, ну это вы и есть Россия, малая, малая значит исконная, ну то есть если брать традиционной культуре, то есть Малороссия, это означает малая, исконная, коренная, откуда вышла Россия. И если люди не понимают, что они есть Россия, что Украина из Беларуси, это и есть Россия, то это беда. У нас ждет очень страшные времена. Как нас наши враги разделили, строгили и организовали? А вот насчет Бендеровского движения, оно у вас активно в центре? Нет, это особая группа, и люди там туда приходят, поступают, так, чтобы где-то агитация была, такого нет. Ну а батальон АЗОВ, можно знать, это все похоже. Конечно, так в АЗОВ, Никита, я тебе прошу прощения, перейду, в АЗОВ я знаю, правые поехали с Россией воевать, ну дурачки везде хватает. АЗОВ это неоязычная организация, созданная спецслужбами, ну для того, чтобы всю такую активную молодежь просто положить. Хорошо, Александр, у нас все по расписанию, сейчас нужно ужинать там, и все, у нас там дальше дела намечены вперед. Хорошо. Мы будем прощаться. Игнать Тихоновичу, дайте, пожалуйста, через две недели никак не раньше заходить можно. Игнать Тихонович, прошу ваших молитв. Ну мы молимся, помним, с Богом. С Богом, давай. Слава Тихоновичу. Отключайтесь. Спаси Господь. Слава Иисусу Христу. Спаси Христу. Слава Иисусу Христу. Здорович. Отключайте. Отключайте.